Всем привет! Здравствуйте, дорогие невесты! С вами Ирина Амурова, и сегодня мы разберем топ-5 ситуаций, когда выездной регистратор спас свадебную церемонию. На самом деле этих ситуаций гораздо больше, но сегодня мы поговорим о тех случаях, которые встречаются периодически на выездных регистрациях. И начнем мы, пожалуй, с самого банального и самого распространенного. Это когда ломается микрофон. Что делать? Сломался микрофон, идет выездная регистрация, все гости изображенно слушают, молодые стоят. И вот, представим, самый кульминационный момент, когда нужно объявить мужем и женой, выездной регистратор понимает, что у него попросту села батарейка в микрофоне. Чья вина? Не будем разбираться. Ситуация случилась, что делать? В данном случае самое главное выездному регистратору не показывать, что произошла глобальная проблема, как-то дергаться, вести себя непонятно. В общем, нестандартно реагировать на какую-то курьезную ситуацию. Потому что именно вот эта вся суета, суматоха бросается в глаза и как раз-таки может испортить впечатление о выездной регистрации, которая до этого шла ровной и красивой. Если регистратор будет всем своим видом показывать, что сейчас произошло что-то ужасное, нужно срочно исправлять эту ситуацию, будет в микрофон издавать какие-то нелепые, непонятные звуки, проверять его, в общем, дергаться, конечно, у гостей будет смазанное ощущение в выездной регистрации. И поверьте, они запомнят только это. Честно признаюсь, хотя бы раз в сезон со мной происходит такая ситуация, и у меня уже есть выработанная схема, как поступать. Вот если регистратор не будет обращать на это внимание, спокойно посмотрит на диджея или на ведущего, или рядом стоящего организатора, спокойно отложит микрофон, то они считают это действие и поймут, что прямо сейчас нужно микрофон поменять. И вот в этот вот самый момент, пока организаторы, ведущий или диджей бегают и меняют батарейки, выездной регистратор может спокойно посвятить речь родителям. Это как раз-таки то общение, которое будет происходить с первыми рядами. Не обязательно, чтобы вот этот момент услышали все. Важно, чтобы те слова, которые сейчас произносит регистратор, они звучали от сердца к сердцу, то есть их можно сказать без микрофона. Тем самым мы заполняем вот эту неловкую паузу, которая могла бы реально испортить всю выездную регистрацию. Мы спокойно берем микрофончик, ну в данном случае я беру микрофончик, и уже с работающим микрофоном продолжаем выездную регистрацию. В этом году, как я уже сказала, хотя бы раз в год случается такая ситуация, в этом году была ровно такая ситуация, когда микрофон выключился. И выключился он на кульминации. Но это даже сыграло на руку. Я поняла, что микрофон не работает, я его спокойно отложила. Слава богу, гостей было немного, по-моему, порядка 40-45 человек. И я уже громко, во все услышание, красиво и торжественно объявила наших супругов, мужем и женой, законными супругами. Это я сделала громко, все услышали. Ну а после этого уже неофициальная часть, которую можно проводить без микрофона. Так вот, провалится ли выездная регистрация из-за сломанного микрофона? Или этот момент никто из гостей даже не заметит? Зависит от профессионализма, да что уж там, опыта выездного регистратора. Это первый, пожалуй, наверное, самый нетяжелый факап, который может испортить выездной, а мы двигаемся дальше. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. И на четвертом месте располагается забытая подушечка или шкатулка для колец. Вот эта вот история с забытыми подушечками для колец дома или в отеле – это нормальная стандартная ситуация. Поверьте, это такая мелочь, о которой, если вы как невеста за эту мелочь отвечаете, в день свадьбы вы попросту не вспомните. Поэтому обязательно напишите себе черным по белому, если вы отвечаете за подушечку для колец, что вы должны ее не забыть. Либо делегируйте эту обязанность на кого-то другого – не забыть подушечку для колец, привезти подушечку. Но что же делать, если все-таки подушечка для колец забыта, оставлена дома? Сразу скажу, что я с собой на выездную регистрацию всегда привожу подушечку для колец и шкатулку. У меня есть и то, и другое, потому что я уже наученный опытом и знаю, что даже если и организаторы, и декораторы, и сама невеста мне сказали дружно хором, что все у нас будет, можете даже не волноваться. Я все равно подушечку и шкатулку возьму с собой. Но для того, чтобы дожить до этого и дойти к этому, мне нужно было прожить целую жизнь и наступить на одни и те же грабли дважды, а может быть даже и трижды. Вот когда я была помоложе, и в профессии была не так долго и основательно, были случаи, когда я не привозила подушечку, потому что у меня не просили, и пара забывала. Что делать в этом случае? В первую очередь обратите внимание на декор, который сегодня для вас создали ваши организаторы. И наверняка в декоре будут задействованы цветы, а иногда и целые такие декоративные конструкции. Иногда используют маленькие вазоны, какие-то чашечки, шкатулочки. Так вот, это все может быть шкатулками или так называемыми подушечками для колец. Если же нет шкатулок, вот у меня был случай, когда я взяла прям целую корзину, которая была задействована в декоре, и вот в эту вот корзину мы положили кольца, и выглядело достаточно органично, никто даже и не заметил, представляете? Но мы-то все точно знали, что это не шкатулка для колец, а это шкатулка-выручалка. Так вот, вы можете использовать те предметы, которые были задействованы в декоре, либо цветы. Очень красиво смотрится, когда колечки опускают в бутон, красивый бутон розы, либо другого цветка. И вот в этом бутоне подносят, как на подушечке, колечки для молодых. Лайфхака в данном случае может быть еще большее количество. Ну, вот это вот два проверенных способа, которые я всегда использовала в своей молодости, когда все дружно забывали подушечки или шкатулочки для колец. Поэтому берите на заметку, пользуйтесь, а лучше не забывайте подушечку на выездную регистрацию. Но, честно вам скажу, это не самая большая трагедия, которая может случиться, и это не то, что испортит вам свадьбу, не то, что испортит вашу выездную регистрацию. Есть еще один случай, я его разместила на третье место, и звучит он так, когда пара забыла кольца. Смоделируем ситуацию, представим, что вы забыли кольца дома, или, например, вы забыли кольца в номере, или давайте ничего не будем придумывать, а я вам расскажу то, как это было у меня. В году, наверное, так, 14-м, на тот период времени я вела церемонии 4 сезона, поверьте, это не так много. Опыта у меня совсем мало, как выходить ловко из неловких ситуаций, я не знаю. Так вот, организатора нет, за организатора выступает сестра-невеста, насколько показывает мой опыт, сестра-невеста это такой же гость, поэтому на нее положиться можно, но не во всех вопросах. Что-то как гость она может забыть, потому что на вашей свадьбе она все-таки сестра-невеста и гость в первую очередь, а потом уже все остальное, а потом уже организатор. Так вот, начинается выездная регистрация, все красиво, пышно, нарядно, дорого-богато, гости расселись. Я приглашаю сперва друзей жениха, затем появляется сам жених, потом подружки-невесты, потом невеста в сопровождении папы, и вот так красиво все проходит. Значит, наступает момент, когда молодые ставят подписи, тогда еще это было актуально, они ставят подписи, и тут я понимаю, что рядом с документом лежит у нас шкатулка, а в шкатулке колец нема. Нет, то есть вот после подписей сразу же, что они должны сделать, обменяться кольцами. У нас есть буквально 45 секунд на то, чтобы решить эту ситуацию. Я вижу, что колец нет, пара видит, что колец нет, свидетели видят, что колец нет, гости, слава богу, этого не видят, и у нас есть 45 секунд, и что мы делаем? В этот момент свидетели, ну, вернее, друзья-подружки, они же выступают как свидетели этого процесса, понимают, что нужно что-то делать. У них срабатывает на ура их смекалка, интуиция, и они просто убирают руки за спину, снимают свои колечки, у девочки, по-моему, было кольцо, спаси, сохрани, у парня его обручальное, они складывают незаметно в эту вот шкатулку. Я понимаю, мы обмениваемся взглядами, понимаем, что сейчас происходит, что будет происходить дальше, и, в общем, они кладут туда в эту шкатулку, пара понимает, что все хорошо, и за 45 секунд мы таким образом выходим из данного положения, то есть не было никакой заминки, никакого затора, никого не нужно было отправлять в отель, чтобы они бежали за кольцами, не останавливали церемонию. Я спокойно объявила о том, что пара сейчас может обменяться кольцами. Да, это не их кольца, но, тем не менее, для всех гостей все прошло по канонам, и не было никакого провала. В данном случае, конечно, невозможно сказать, что выездной регистратор спас ситуацию, это такое коллективное сознание сработало, и мы все действовали как единый организм. Был у меня еще один случай на выездной регистрации, когда я также обратила внимание, уже входит церемонию, что колец нет. Но не посмотрела я заранее, когда есть организатор или какое-то доверенное лицо, как правило, если на него сложили все эти полномочия, я уже в это все не лезу. Это было раньше. Сейчас перед, неважно, 505 организаторов, доверенное лицо от невесты, сестра, я все равно проверяю все, что нужно для выездной. Как говорится, доверяй, но проверяй. Я не только доверяю, я проверяю, и потом еще перед церемонией перепроверяю. Так вот, еще один случай из моей практики, из моей жизни, как мы забыли на выездную регистрацию кольца для молодых. Гости собрались, началась выездная, красивый иступительный текст, приглашение жениха, невесты, идет церемония, слова клятвы, подписи. И вот я понимаю, опять-таки, в момент подписи я понимаю, что в шкатулке кольца не лежат. В данном случае рядом не было ни друзей, ни подружек, ни свидетелей, никого. Была только я и пара. И вот в тот момент, когда пара ставила подписи, я быстро подлетела к организатору, который стоял рядом, а организаторы всегда стоят рядышком на церемонии, и коротко на ушко ей шепнула «Колец нет». Естественно, организатор моментально сообразила, где лежат кольца, все прекрасно, слава богу, все знали, где лежали кольца. Она побежала туда, ей на то, чтобы принести кольца, понадобилось полторы минуты. Что делала я в этот момент? В этот момент я посвящала слова родителям. Они не были запланированы в ходе церемонии, но, тем не менее, любую паузу, возникшую, любую неловкую ситуацию, я могу обыграть словами, как-то чем-то дополнить, что-то рассказать, что-то вспомнить. Может быть, в ходе истории, может быть, обратиться к родителям. Либо что-то сказать трепетное, душевное, что не будет лишним на выездной. И вот в этот момент, пока я говорила, организатор успел сбегать и взять колечки, принести колечки, положить их. Я их увидела и спокойно сказала, а теперь прошу обменяться обручальными кольцами. Я думаю, что в этот момент, когда выделяется адреналин у человека, способы, они возникают автоматически в голове. Тем не менее, я рекомендую вам не совершать такие ошибки, не забывать кольца. Но вот эта ситуация меня также многому научила, поэтому помимо подушечек для колец, шкатулочек для колец, которые я вожу с собой, я еще вожу с собой запасные обручальные кольца. С тех пор, как я купила эти обручальные кольца, еще ни одна пара не забывала и не теряла их. Тем самым мы подбираемся ко второму месту покаповых ситуаций, которые могли напрочь испортить выездную регистрацию, и там располагаются потерянные обручальные кольца. Да, такое бывает. У меня, по-моему, было такое единожды. Но сейчас точно не помню, один случай ярко засел в моей памяти. Обручальные кольца доверили ребятишкам, только их вручили детишкам не перед самой церемонией, а задолго, минут, наверное, за 15. Вот так вот дали подушечки, на которых расположились колечки. На одной подушечке лежало кольцо для нее, на другой для него, и двое ребятишек. И что они устроили? Они устроили бой подушками. Естественно, эти кольца разлетелись и куда-то там закатились. Выездная регистрация была на улице, и одно кольцо упало куда-то под пол, закатилось. В итоге вызывали мастеров, церемонию сдержали минут на 30-40. Такая неклассическая ситуация. Значит, поднимали этот пол, и там искали кольца. В тот момент у меня еще не было запасных колец, и почему они еще искали кольца? Потому что свадьба была очень дорогая. Это были какие-то невероятно дорогостоящие обручальные кольца с бриллиантами, брендовые. Поэтому все гости смирно сидели, ждали, не знали, что происходит. Я, кстати, тоже не знала, что происходит, потому что я уже ожидала на выездной регистрации Большого Пальца, когда же мы, наконец, начнем. И полчаса мы просто простояли, просмотрели друг на друга, а потом после церемонии мне сказали, что вот такое вот бывает. Но для того, чтобы не задерживать выездную регистрацию, или, например, кольцо полностью потеряно, есть у меня запасные обручальные кольца. Но, опять-таки, до этого лучше не доводить. На первом месте располагается падающая арка. И я вам так скажу, у меня был сезон, это, наверное, был 14-й или 15-й год. Какие-то далекие уже времена. 14-й, 15-й год. Сезон, который я так и нарекла. Сезон падающих арок. За этот сезон у меня упало три свадебных арки. Самое интересное заключается в том, что свадебная арка падала именно в момент проведения выездной регистрации. Было три случая, но я расскажу вам сегодня о двух. Первый случай, и как мы из этого выкрутились. Первый случай, когда я вела-вела-вела-вела церемонию, и слышу треск, прям хруст рядом со мной. Поворачиваю голову и понимаю, что вот эта вот свадебная конструкция, свадебная арка, она просто начала съезжать. Рядом стоит пара, я, мы друг на друга, на арку, гости где-то вдалеке, и вот в этот вот самый момент никто не понял, что нужно делать. Абсолютно никто не сообразил. У меня к тому времени было еще мало опыта. Это была моя первая падающая свадебная арка. Я совершенно растерялась, не знала, что сказать. Я смотрела на организатора, смотрела на ведущего, потому что, как правило, из таких неловких ситуаций, уж из совсем факаповых, как правило, выходит ведущий. Ведущий смотрит на меня, как я буду выходить из этой ситуации. Поэтому получился такой казус, который оценили все гости. Но тут ведущий сообразил, взял микрофон в руки, сказал о том, что нам нужны бравые парни. И эти бравые парни вышли, и всю церемонию стояли в красивой позе, улыбаясь, я надеюсь, и держали эту конструкцию. Ну, во всяком случае, было весело. Конечно, в ходе жизненного опыта ты уже понимаешь, что сказать. В таких ситуациях можно сказать. Посмотрите, насколько сильна любовь наших молодых. Как чувство наколены, что не выдерживает даже деревянная конструкция арки. Это первый случай. Второй случай, когда выездная регистрация закончилась, я объявила пару мужем и женой и попросила пройти вперед навстречу новой жизни и подаваться под дождем из лепестков рост. Они пошли, и за ними пошла арка. Только она не пошла, а вот так вот упала. Слава богу, они отошли дальше. Вот эта вся конструкция огромная. А арка была в форме квадрата. То есть это прям такой, как его правильно называют, шатер, в котором они располагались. И вот этот весь шатер за ними свалился. То есть вывод от нашей сегодняшней встречи. И самое главное, что мне бы хотелось донести до вас, это то, чтобы вы не экономили. Не экономили на декоре, не экономили на координаторе, организаторе, которые помогут вам выйти из вот этих нестандартных ситуаций. Либо, если вы сами организовываете с вами, продумывайте каждую мелочь и находите себе помощников, которые будут отвечать за детали и мелочи, про которые вы просто можете забыть в момент свадебного дня. Что ж, на этом все. Прекрасной свадебной подготовки. Как всегда, до встречи на следующей неделе. Пока-пока!